Сейчас рассмотрим схему AVR на одном контакторе. Итак, имеем вводной автомат QF1 для основного ввода, на который будет подаваться фаза, обозначенная латинской буквой L. Есть 0 основного ввода, который не прерывается автоматом, обозначенный буквой N. У резервного ввода тоже есть автомат QF2, на который подается фаза L от какого-нибудь резервного источника энергии. И есть 0, N. В цепь основного ввода вставим нормально открытый контакт контактора КМ. А в цепь резервного ввода вставим нормально замкнутый контакт этого же контактора КМ. Нижние клеммы обоих контакторов соединим вместе. Это фаза L, которую будет получать нагрузка. 0 основного и резервного ввода тоже соединим и это будет 0 нагрузки. N. Управлять работой нормально открытого. И нормально замкнутого контактов контактора будет его катушка. Ее клеммы обозначены на схеме A1 и A2. Пунктиром показана механическая связь сердечника катушки с обоими контактами. Контакт катушки A1 соединен с фазой основного ввода. А контакт A2 с нулем. Для наглядности выделю 0 голубым цветом. Представим, что на основном вводе есть напряжение. Тогда при включенном автомате QF1 фаза поступает на верхнюю клемму нормально открытого контакта контактора КМ. А вместе с этим и на контакт A1 катушки контактора КМ. А так как контакт A2 и этой катушки всегда подключен к 0, то катушка втянет сердечник и нормально открытый контакт контактора замкнется. А нормально замкнутый разомкнется. При этом фаза основного ввода поступает на нагрузку. А 0 на нагрузке есть всегда. Если на основном вводе напряжение нет или автомат QF1 отключен, то напряжение на катушку не поступает, так как на контакт A1 не поступает фаза основного ввода. Следовательно катушка отпустится. Ее нормально открытый контакт разомкнется. А вместе с ним нормально замкнутый тоже вернется в свое нормальное состояние. То есть замкнет цепь. Если при этом включен автомат QF2, то напряжение резервного источника питания попадет на нагрузку. При наличии напряжения и на основном и на резервном вводе схема подключит нагрузку к основному. Значит основной ввод в приоритете. Поэтому такую схему называют АВР с приоритетом первого ввода. Полное видео смотрите по ссылке внизу экрана или в описании к видео.